Вчера вышла iOS 9 Beta 2. Давайте взглянем. Появились настройки поиска предложений Siri, а это значит, что теперь она умеет искать внутри приложений. Захотели посмотреть подборку фейлов на YouTube? Скажите ей об этом. Захотели прочесть меншины в Твиттере? Не вопрос. Изменили гонку приложения подкасты. Она стала более объемной, что ли. А приложение Apple Watch вообще теперь называется просто Watch. Зачем-то уменьшили анимацию окон в многозадачности. Сначала ускоряем, потом уменьшаем, и народ счастлив. Ну и без нововведений, конечно же, не обошлось. Теперь iOS 9 может удалять ваше приложение, а после установки и обновления заново скачивать их. Это будет очень полезно владельцам iPhone 4s на 8 гигабайт. Где-то чуть-чуть стабильнее, где-то чуть-чуть плавнее. Исправили энергопотребление, теперь ваш телефон не будет, как потерпевший, жрать батарейку. И это, собственно, все нововведения. Публичные беты нам так и не дали. А эта бета строго для разработчиков. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, читайте в Твиттере, следите за жизнью в Инстаграме. Субтитры подогнал «Симон»!